Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня я готовлю вяленую куриную грудку. Рецепт моей очень хорошей знакомой, моей подписчицы Ольги. Я этот рецепт готовлю уже давно, но вот теперь решила поделиться с вами. Получается очень вкусное вяленое куриное мясо в домашних условиях. Готовится долго, но вашего непосредственного участия практически не занимает. Вам лишь только нужно замариновать мясо, затем его промыть и повесить сушиться. Продукты, которые вам потребуются для рецепта, сейчас увидите на своих экранах. Также зайдите в описании под видео, возможно вы для себя что-то интересное там найдете. И запомните, я не учу вас готовить, я лишь предлагаю вам идеи приготовления вкусной домашней еды. Сейчас приступаем к того, что нам нужно филе замариновать. У меня три таких довольно больших филе, общий вес 750 граммов. Далее берем специи. Полторы столовые ложки соли, столовая ложка сахара без верха и столовая ложка любых ваших приправ, которые вы любите. У меня просто универсальная приправа для мяса, даже не для курицы. И высыпаем на филе. Филе нужно было уже помыть и обсушить бумажными полотенцем. Так, сейчас мы все это должны хорошенечко втереть. Натерли куриное филе специями. Закрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник. Отправляем в холодильник на сутки. Что же, прошли у меня сутки. Достаем мясо из холодильника, открываем, смотрим что у нас получилось. Вот мясо промариновалось, впустило сок. Сейчас наша задача его помыть хорошенечко под струей воды и обсушить бумажными полотенцами. Далее вам понадобится марля, либо какая-нибудь другая хлопчатобумажная ткань. Мы должны каждый кусочек мяса завернуть в эту ткань. И я перевязываю все канцелярскими резинками. Вы можете просто перетянуть ниткой. Просто плотно скручиваем. И вот в таком виде отправляем мясо сушиться. Я сушу на лоджии. Лоджия у меня застекленная. Сейчас у нас декабрь. Сушим в течение трех суток. Если вы любите более сухое мясо, можете подсушить больше, но тогда я думаю, что лучше будет повесить его где-то в кухне, чтобы мясо сохло при более сухом воздухе. Итак, встречаемся с вами через трое суток. Что же, прошло трое суток. Сейчас я разворачиваю мясо. Ну вот видите, вот такое мясо у нас получилось. Сейчас нарежем. Посмотрим, как внутри. Ну вот посмотрите, внутри очень мягкое, очень нежное. Снаружи вот такая вот корочка. Слышите, если вы хотите мясо более сухое, значит просто больше его подсушите. Дольше его подсушите. Мясо получается очень вкусное. Внутри очень нежное. Получается намного вкуснее, чем магазинная колбаса. У вас получается такой домашний деликатес. Скажу сразу, я не знаю, сколько оно хранится в холодильнике. Думаю, что пару-тройку дней оно, конечно, полежит. Но оно не залежится в вашем холодильнике. У меня это мясо улетает за один день. Приятного вам аппетита! На этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. Пусть рецепты будут вам по карману. Заходите ко мне на канал и знакомьтесь с новыми рецептами.